Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%. Им не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. За два с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы. Весь этот день был соткан из провокаций. И последняя провокация – это блокирование на 69 участках в городе Минске и в отдельных городах нашей страны ни в чем не повинных людей, членов избирательных участковых комиссий, в основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. И мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо. И с этого все началось. Я не мог этого терпеть. Тогда все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими ОМОНовцами. Якобы на Крестина они кого-то побили, заявляю вам абсолютно просвещенно. Люди этого не знают. ОМОНовцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Крестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали Блицкриг. И вы посмотрите, под этими белочервоно-белыми стягами Блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого Блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране. И он не произойдет никогда. Когда не удалось захватить власть сходу, смять столицу, поднять всю страну, тогда было придумано по методичке, нам это известно, многим из вас тоже, другая волна. Красивые девушки с белыми цветами, в белых платьях, в белых шулках и без них вышли на площадь и на улицы Минска. Красивого, уютного, убранного города-героя Минска. Они хотели показать, что они мирные люди после того, когда их остановили на улицах и площадях. И это не прошло. Потому что кроме тех девчонок, я не хочу сказать, что они плохие. Нет. Это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся. Многие уже опомнились. Кроме них еще есть вы, которые приехали сегодня и сказали свое слово. Не удался и этот этап. Тогда на затухании протестного движения надо было его как-то возродить. Нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим. И ответим жестоко. Все рынулись ко дворцу независимости. Надо было его взять штурмом. Не получилось. Провалился и этот этап. Мы терпели. Тогда был подключен следующий этап. Жестокое внешнее политическое дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов. И по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гоя Дихунь и объявили ее президентом. И вы посмотрите, как эстафету передали от Литвы в Польшу, от Польши в Украину. И здесь не получилось. Спасибо.